Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Унилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст 30-40. Но это ежели возница не пьян и ежели лошади не клячи. Тогда и 30 верст не будет. Ну а коль возница с мухой да кони на море, то он, наверное, целых 50 наберется. — Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился Землемер к станционному жандарму. — Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, не то что почтовых. — Да вам куда ехать-то? — спросил жандарм. — А в Девкино, имение генерала Хохотова. — Ну что ж, — зевнул жандарм, — ступайте на станцию там. На дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров. Землемер вздохнул и поплелся на станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого и рябого, одетого в рваную сермягу и лапти. — Черт знает, какая у тебя телега! — поморщился Землемер, влезая в телегу. — Ведь не разберешь, где у ней тут зад, а где перед. — Да что ж тут разбирать-то, — возразил Детина. — Где, значит, лошадиный хвост, там будет перед. А где сидит ваша милость, там, значит, зад. Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбронился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого, наконец, тронулась с места. — Этак мы всю дорогу поедем, — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и, удивляясь способности русских возниц, соединять тихую черепашью езду с душу, выворачивающей тряской. — Да едем, — успокоил возница, — кобылка-то молодая, шустрая, дай только ей разбежаться, потом, знаешь, не остановишь. Ну, проклятая. Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и краю. Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к черту на куличке. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилало широкая неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно и морозно. — Какая, однако же, здесь глушь, — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. Ни кола, ни двора, ни ровен час нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали. Да и возница ненадежной, ишь, как о спинище. Это такая дитя природы, пальцем тронет, душа вон, и морда у него зверская, подозрительная. — Это Милый? — спросил землемер. — Тебя как зовут? — Меня-то, — оглянулся возница, — Клим. — А что, Клим? — спросил землемер. — Как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? — Да ничего. Бог миловал. Кому ж тут шалить? — Это хорошо, что не шалят, — сказал землемер. — Но на всякий случай я таки взял с собой, знаешь, три револьвера, — соврал он. А с револьвером, знаешь, шутки-то плохи. С десятью разбойниками можно справиться. Совсем стемнело. Телега вдруг заскрепела, заезжала, задрожала и, словно нехотя, медленно повернула налево. — Куда же это он меня повез? — подумал землемер. — Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго сейчас завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... — Бывают ведь случаи. — Послушай-ка, — снова обратился он к вознице, — так ты говоришь, мол, что здесь не опасно? — Это жаль. Я люблю, знаешь, с разбойниками драться. Но на вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, знаешь, сколько, словно у быка. — Однажды, слышь, напало на меня, значит, три разбойника. Так что ж думаешь, одного я так трахнул, что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. Откуда сила берется, сам не знаю. Возьмешь, бывать, одной рукой какого-нибудь здоровила вроде тебя и, значит, сковырнешь. Клим испуганно оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке. — Да, брат, — продолжал землемер, — не дай Бог со мной кому связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит. Мне, знаешь, все судьи и исправники знакомы. Человек-то я казенный, нужный. Я вот еду, а начальству известно. Так и глядят, что мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге за кустиками, знаешь, урядники понатыканы, досоцкие. — Постой, постой, — заорал вдруг землемер, — куда ж ты ломанулся-то, куда ты меня везешь? — Да нечто не видите, — ответил Клим. — Лес. — Действительно лес, — подумал землемер. А я-то испугался. Однако не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он так часто на меня оглядывается? Наверное, что-то замышляет. Раньше ехал еле-еле на газаногу, а теперь ишь, как мчится. — Послушай-ка, Клим, — обратился к нему землемер, — ты зачем так гонишь лошадь? — Да я ее не гоню, — ответил Клим. Сама разбежалась. Уж как разбежиться, так никаким средствием не остановишь. И сама она не рада, что у ней такие ноги. — Врешь, брат, — закричал землемер, — вижу, что врешь. Только я тебе не советую так быстро ехать. Ну-ка, попридержи-ка. Слышь, попридержи. — Да зачем? — спросил Клим. — А затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтобы они нас догнали. Они обещали догнать меня в этом месте. С ними веселее будет ехать. Народ наш здоровый, коренастый, с пистолетами. Что-то ты все оглядываешься и движешься, как на иголках, а? Я брат того, брат. На меня оглядываться не надо. Интересного в меня ничего нет. Разве вот револьверы только. — Изволь, если хочешь, я их сейчас выну покажу тебе. Изволь. Землемер сделал вид, что роется в карманах. И в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще. — Караул! — заголосил он. — Караул! Бери, окаянные лошади, телегу. Только не губи ты мою душу. Караул! Послышались скорые удаляющиеся шаги. Треск хвороста, и все смолкло. Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь. Потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. Убежал, дурак. Испугался. Как мне теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги-то не знаю. Да и могут подумать, что я у него лошадь украл. Как же быть? — Клим! — Клим! — Клим! — ответило эхо. С мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо до офырканья тощей кобылки, землемера стала коробить вдоль спины, словно холодным терпугом. — Клим, ушка! — закричал он. — Голубчик, да где ж ты? Часа два кричал землемер. И только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон. — Клим! — Это ты шо ли, голубчик? Ну, поедем, милый. — Так ведь убьешь. — Да я пошутил, голубчик. Накажи меня, Господь пошутил. Какие у меня револьверы? Да я от страха врал. — Сделай милость, поедем, а? Ну, мерзну. Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник, давно бы уже исчез с лошадью и с телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру. — Ну, че ты, дура, испугался? — сказал землемер. — Я же пошутил. Садись. — Ну, бог с тобой, барин, — проворчал Клим, влезая в телегу. — Если б знал, то и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха. Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными. С ним. С ним.